Вы теперь должны увидеть мой экран и должны меня слышать. Итак, в прошлый раз, неделю назад, мы с вами рассматривали схему порождения процессов, жизненный цикл процесса и схему запуска новых программ на исполнение с помощью комбинации системных вызовов FORC-EXEC. Соответственно, сейчас я для начала расскажу несколько слов, относящихся к системному вызову EXEC, ну и потом мы пойдем продолжим дальше уже разбираться со схемами порождения новых процессов в операционных системах семейства UNIX. Что еще нужно сказать про системный вызов EXEC? По умолчанию, ну точнее так, у нас у Linux есть называемый нативный формат исполняемых файлов ELF, ну и если мы программу компилируем на компилируемых языках, получаем исполняемый файл, то естественно, что системный вызов EXEC вполне успешно умеет запускать, загружать на выполнение и запускать исполняемый файл. Схему загрузки на выполнение мы с вами уже рассматривали, то есть, по сути, у нас, если программа скомпонована динамически, то сначала подгружается исполняемый образ программы, потом к ней сразу же в адресное пространство этой программы подгружается динамический загрузчик LDLinux, и точка входа самой программы, по сути, будет точкой входа динамического загрузчика, задача которого потом будет догрузить необходимые динамические библиотеки, и уже после этого передать управление на точку входа нашей программы. Если программа скомпонована статически, то она просто загружается в память, и дальше происходит переход на точку входа в программу, и начинается ее выполнение. Это то, что касается нативных исполняемых файлов формата ELF, OUT, и какой бы ни был формат, который естественным образом поддерживается нашей операционной системой. Например, на iOS или на macOS, это будет формат mac.o, точно так же загружающийся нативными средствами. Однако во всех Unix есть еще поддержка, по сути, любых скриптовых языков, и поддержка запуска любого интерпретатора, который мы хотим запустить, которая встроена в ядро операционной системы и, соответственно, встроена в системный вызов EXEC. С этим вы, скорее всего, уже сталкивались, ну, точно совершенно сталкивались, когда, если вы пишете программу на Python, например, в заголовке программы вы пишете USR bin Python, если shell, то bin sh, либо bin bash, что-то в этом роде. И после этого, как бы, получается, каким-то автоматическим образом запускается данный скрипт. Так, секундочку, я перерыв одну минуту, мне просто нужно будет сейчас найти мой телефон. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжим. То есть мы можем просто убедиться, что эта проверка работает в рамках реализации системного вызова EXEC. То есть, вот, допустим, мы можем написать программу на Python, на любом скриптовом языке. Так. Так. Для системного вызова EXEC принципиально важно, чтобы файл, который мы хотим запустить на выполнение, имел бы право bit.x, то есть был бы выполняемый для соответствующего пользователя, который будет выполнять, собственно, системный вызов EXEC. Поэтому давайте мы bit.x установим. файл стал исполняемый. Так, одну секундочку, кто у нас. Размьюйтесь и задайте свой вопрос сразу же. Нет вопроса? Нет вопроса? Так. Окей. Мы запускаем этот, в нашем случае, наш питоновский скрипт просто как обычный исполняемый файл. нам не требуется указывать командную строку Python 3, хотя мы, конечно, можно это сделать. Будет один и тот же результат. То есть, если мы в начало нашего скрипта добавили вот такую вот строку, начинающуюся со знака решетка в исцетный знак и дальше идет полный путь к интерпретатору, то, по сути, мы приравняли наш скрипт к обычной исполняемой программе. Так. И на самом деле понятно, что этот исполняемый файл не какой-то тут совершенно специальный системный исполняемый файл. А здесь мы можем, в общем-то, указывать любую программу, в частности, которую мы напишем и сами. Например, мы можем написать маленькую программку, которая распечатывает свои аргументы командной строки, как это мы с вами уже не раз делали. Распечатываем все аргументы, включая ими программы. Ничего особенного. Эту программу давайте скомпилируем. gtc.arc.c-arc. Вот. Эта программа у нас находится где-то там в нашем каталоге, в котором мы ее сейчас скомпилировали. И мы полный путь к нашей программе можем указать в нашем шеллокском скрипте. Напишем некоторый скрипт. args программа называется. Здесь неважно, что мы не напишем, но поскольку он там, я не знаю, посмотрим, что мы можем с этим сделать. По-прежнему нам потребуется исполняемый бит. Ну и теперь, если мы запускаем нашу программу .slash.proc.proc, то мы видим, что по факту запустилась наша программа .args. Ей в качестве .argb0 передался именно тот путь, который мы указали в нашем заголовке скрипта. Этот полный путь к нашей программе. И в качестве аргумента, первого аргумента командной строки, здесь было передано то, что мы указали в командной строке. Если я в командной строке укажу там полный путь сюда, ну, как-то так напишу. Ну, тут, соответственно, был передан полный путь. Естественно, что мы можем запускать такие вот скриптовые программы с дополнительными аргументами. И эти дополнительные аргументы, они будут передаваться как дополнительные аргументы уже после имени запускаемого скрипта. Будут идти те аргументы, которые я указал в командной строке. Кроме того, если мы пишем в нашей строке скрипта, здесь, после, собственно, пути к скрипту, я могу указать еще один аргумент дополнительный, который будет передаваться нашему интерпретатору. Например, там, минус x. И тогда при запуске программы на исполнение первого аргумента, аргументы к интерпретатору, дальше аргументы к интерпретатору, дальше интерпретируемая программа, дальше аргументы интерпретируемой программы. Но нужно учитывать, что на самом деле вот этот аргумент, который я указываю здесь, после имени запускаемой программы, он все-таки один. То есть он не разбивается на несколько аргументов, разделенных пробелами. Если я здесь что-то укажу, там, как-то так напишу в командной строке, то вот этот вся вот хвост x, y, z будет передан интерпретатору в качестве одного аргумента командной строки. То есть вот здесь вот какая-то дополнительная обработка аргументов командной строки в шибенге не производится. Они как есть, так и были переданы дальше в скриптный исполнение. Еще раз говорю, что это все реализовано в ядре операционной системы. Нам не нужна никакая-то поддержка со стороны нашего польской программы. Обычный системный вызов exeq.we с этим прекрасно справляется. На вот такие вот скрипты наложено единственное ограничение, что эти скрипты не могут быть SUID скриптами. То есть, если, допустим, у этого скрипта, моего скрипта proc.proc, будет установлен SUID или SGID биты, то exeq их проигнорирует, и скрипт, и мой интерпретатор будет запущен с тем же самым эффективным и реальным пользователем, под которым работал я как юзер. То есть никакой смены эффективного пользователя не произойдет. Это сделано потому, что, к сожалению, вот при таком запуске интерпретатора могут потенциально возникать разные race condition, которые могут приводить к поднятию уровня привилегий и к разным атакам на операционную систему с получением себе прав рута. Поэтому SUID скрипты запрещены. SUID могут быть только исполняемые программы в формате ELF, в нативном формате для операционной системы. Таким образом, вот мы можем с помощью семейства библиотечных функций exeq.ve, точнее, с помощью системного вызова exeq.ve или там соответствующих библиотечных функций семейства exeq.ve запускать на выполнение произвольной исполненной MFL. При этом нам доступны и скриптовые языки, и нативные ELF-программы. Ну и кроме того, конкретно в Linux мы можем, вообще говоря, с помощью файловой системы PROC добавлять поддержку любых форматов исполняемых файлов. В файловой системе PROC есть соответствующий файл. В него можно записывать сигнатуры исполняемых файлов, то есть там это несколько первых байт, то есть которые работают примерно так же, как, например, распознавание формата файла с помощью Linux-файлов. И тогда при... Сейчас не найду, я не знаю, ну, окей. При запуске с помощью exeq.ve ядро будет проверять сигнатуры на соответствие одной из предопределенных сигнатур в этих вот конфигурационных файлах и запускать произвольный интерпретатор. Так вот с помощью дополнительных сигнатур мы, в принципе, можем добавить нативную... Видимо, нативную поддержку, например, для исполняемых файлов формата PE, то есть для исполняемых файлов операционной системы Windows, которые могут запускаться с помощью Vine, например. Для Java-байт-кода тоже мы можем давать поддержку запуска виртуальной машины Java тоже распознаванием соответствующих сигнатур Java-байт-кода. И так далее. Все, что мы захотим, можем добавлять уже в конфигурационные файлы ядра. Сейчас, как он здесь называется... Сейчас... Не помню, надо посмотреть документации. Чуть попозже посмотрим. Дальше. Как еще мы можем использовать пару системных вызовов в WorkExec? Достаточно часто возникает задача, когда мы хотим, например, запустить программу на выполнение, но не с помощью семейства Exep.ve, Exep.lp, Exep.l и так далее. Мы хотим... Нам дана командная строка в виде обычной текстовой строки, ну, например, так. ls-l, там, где-то c, что-нибудь такое. Именно в виде строки. И мы хотим запустить команду так, как это делает библиотечная функция System, которая, возможно, вам знакома. Собственно, здесь передается команда, и мы ожидаем, что выполнение программы будет приостановлено на момент выполнения вот этой команды, которую мы здесь передали. И после завершения библиотечной функции System мы получим код завершения нашей исполнившейся программы. Чтобы не запускать свой собственный разбор командной строки со всеми деталями, которые там у нас возникают при разборе командной строки, это разные escape-символы, кавычки, апострофы, бэкслыши, бэктики, потом доллары, все, что у нас может возникнуть в командной строке. В таких случаях можно обычно поступать проще. Обычно запускают стандартный shell, который у нас в любой Unix-системе находится по пути bin.sh. То есть гарантируется, что по пути bin.sh находится некоторый интерпретатор, который называется стандартным shell, который позволяет интерпретировать командную строку. и передавая ему аргумент командной строки минус-с и потом команду, мы можем запускать любую, собственно, команду на исполнение. Эта команда в виде строки будет разобрана shell, он создаст там все, что нужно, необходимые процессы, конвейеры, все необходимые переменные задаст, все, что надо, и после этого исполнит ту команду, которую мы указали. Соответственно, вот здесь даже в страничке документации на систем указана конкретная в нашем случае библиотечная функция, которую мы используем для запуска shell в этом случае. Используется exec l, поскольку здесь мы передаем полный путь, и у нас нет необходимости указывать там lp, чтобы мы пути не искали. Имя программы shell, опция c, команда, команда, и дальше нулевой указательный терминатор, который завершает список параметров передаваемых программ. Соответственно, комбинируя это все форком и экзеком, мы получаем, мы можем легко получить какую-то свою вариацию библиотечных функций систем, которая может выглядеть как-то таким образом. Соответственно, создается новый процесс. если fork вернул отрицательный код ошибки, то здесь мы и функция massys скорее всего вернем отрицательный код ошибки на территорию минус 1. В противном случае, если у меня мы попадаем в сына, то я вот как раз использую вот эту вот командную строку exec l bin.sh sh минус c команды анал. И не забываю на всякий случай сделать после экзека системный вызов exit с подчеркиванием с кодом завершения 1. Конечно же ситуация то, что bin.sh не запустится маловероятно, но тем не менее потенциально возможны, кто знает. Завершаемся. А основная программа в этот момент ждет конкретно того процесса, который мы сейчас запустили, то есть это будет процесса pid, получая статус завершения процесса в переменную статус и соответственно ну флаги 0, мы стоим и ждем процесс в этот процесс родителей в этом будет приостановлен. И соответственно res мне даст при нормальном завершении pid завершившегося процесса, он будет совпадать с аргументом pid, ну и по тому, что у меня записано в переменный статус, я могу потом распознать код завершения или сигнал или что-то еще. Дальше здесь уже будет обработка разных значений статуса. То есть вот такая простейшая реализация библиотечных функций систем, которая тем не менее вполне адекватная. конечно же есть достаточно существенные детали, которые нас могут интересовать при запуске других процессов, запуске других программ на выполнение и мы постепенно будем дальше с этими деталями разбираться. Итак, таким образом exec поддерживает любые скрипты и с помощью пары fork-exec мы можем запускать, моделировать работу, точнее не моделировать, а реализовывать библиотечную функцию систем для интерпретации любой команды. Ну, с другой стороны, конечно же, нужно учитывать, что все-таки если мы запускаем полноценный shell bin.sh, то ну это вещь небыстрая. Вот у меня bin.sh программа это simlink на bash, как сделано в некоторых операционных системах Linux. В других, то есть, условно говоря, там есть какие-то операционные системы а-ля Cytos, Red Hat, в них возможно какие-то другие, в них bin.sh это simlink на интерпетатор bash, на обычные наши интерпетаторы командной строки. bash очень мощный интерпетатор, поддерживает все, считается среди прочих всех интерпетаторов достаточно медленным. Ну и кроме того, если мы посмотрим наш bin.sh, это динамически загружаемая программа, которая, то есть, по сути, если наш bash запускается на выполнение, в качестве интерпетатора командной строки, то мы должны пройти через все стадии, которые загрузки исполнения программы на выполнение. Одну секунду, да. Отмутись и задайте вопрос. Я не слышу. Да, да, слышно меня? Да, слышно. подскажите пожалуйста, можно ли запустить программу без командной оболочки shell, которая много времени занимает как раз? Так обычный exec VE, он позволит запустить программу так, как вы хотите, без bash. Ну, мы же вот в нашем примере указывали как раз shell оболочку, получается. Библиотечная функция system использует shell. Если вам не нужен shell, не используйте system, вызывайте exec напрямую. Бонял, спасибо. Вот, бинбаш, большая, толстая, достаточно медленная программа, с динамическими библиотеками подгружающимися, то есть, ну так, это будет не шибко быстро, то есть, если нужно быстро парсить аргументы командной строки и запускать программу на исполнение, наверное, вот такой вот system будет не лучшим вариантом. В некоторых операционных системах Linux, bin sh, это не bash, вот интересно, у меня есть bin dash. Вот у меня в Fedora даже нет программы bin dash, ну, скорее всего, я могу ее установить. Сейчас посмотрим в интернет install dash. и вот этот вот dash или там bin dash, он у меня сейчас должен появиться, используется в качестве интерпетатора командной торки, альтернативной к башу. Он, ну, считается, что он побыстрее, как вы видите, меньше требует библиотек, не требует libdl, не требует libtermo.info, то есть, по идее, должен грузиться быстрее, используют только стандартный библиотек си. Но местами и временами баш и дэш не совсем совместимы друг с другом, и, в принципе, очень часто какие-то фичи, которые мы привыкли видеть в аргументах командной строки, точнее, в шелковских скриптах, они оказываются так называемым башизмами, то есть, фичами специфичными для баша, и работают только в баше. Поэтому, на самом деле, если вы не уверены, что ваш скрипт, шелковский скрипт, переносим и будет работать под разными интерпретаторами, то лучше в строке скрипта указать бин баш, а не просто бин саш. Тогда будет запускаться, естественно, полноценный баш, а не интерпретатор командной строки по умолчанию, и, возможно, не будет проблем с совместимостью. Итак, для запуска программного исполнения у нас есть, вот как мы видим на примере MySys, системный вызов fork, за которым следует системный вызов экзек, вот здесь в нашем случае экзек L. И между после форка в сыне и до экзека мы можем исполнять разнообразные системные вызовы, настраивающие окружение той программы, которая будет запускаться. Давайте для начала посмотрим, как реализуются разнообразные перенаправления. Как мы помним, у нас есть несколько перенаправлений, например, перенаправление вида знак больше перенаправляет в выходной файл в режиме перезаписи, здесь файл ААА, добавлен строчка Х и символ перевода строки. Перенаправление два знака больше добавляет файл в режиме добавления, и перенаправление знака меньше перенаправляет стандартный ввод на текущий файл. Как мы можем реализовывать соответствующие перенаправления уже программно с помощью ForkExec и соответствующих системных вызовов? Давайте в качестве примера рассмотрим такое перенаправление. Давайте рассмотрим перенаправление как-то вот такое. Я перенаправлю мой файл например ААА на стандартный поток ввода программе CAD. Стандартный поток ошибок я перенаправлю в режиме добавления в файл log и стандартный поток вывода я перенаправлю в режим перезаписи какой-нибудь файл VBB. Вот если я запускаю такую командную строку у меня в log будет пусто я ничего туда не добавил в файле VBB будет содержимое файла ААА и файл ААА был перенаправлен из собственно файла на стандартный поток ввода. Давайте напишем вот это вот такое перенаправление программ стадию нам даже не понравилось ну пусть будет пусть например ARGV первое у меня будет имя программы для запуска ARGV второе у меня будет имя программы имя файла из которого мы считываем ARGV третье будет перенаправление на вывод и ARGV четвертое у меня будет перенаправление СДР на добавление порождаем новый процесс сообщение в ошибке как обычно если новый процесс породился PID равный нулю то теперь самое время выполнить все эти перенаправления которые мы хотим выполнить то есть перенаправить SDN SDR и SDOT в разных режимах есть несколько вариантов выполнения этих перенаправлений мы там последовательно их сделаем что я могу сделать я могу соответственно открыть вот эти три этих файла open NF этот файл я открываю на чтение поэтому он будет слагом rd-only здесь еще я один раз добавлю проверку на то что у меня файл существует еще раз напоминаю что из сына после форка мы выходим с помощью системного вызова подчеркивания это перенаправлений это я пока открыл файл NF на чтение получил файловый дескриптор AFD который дальше пока у меня просто открытый и у него будет номер скорее всего у него будет номер 3 поскольку для открывающихся файловых дескрипторов всегда гарантированно берется файловый дескриптор с наименьшим свободной свободная запись то есть свободный номер файлового дескриптора наименьший свободный номер файлового дескриптора если я захочу например открыть выходной файл то так что это такое у меня появилось файлового дескриптора его открываю этот файл я открываю в режиме write-only о create от ранг то есть стандартном режиме перезаписи и права доступа мне потребуется скорее всего соответственно 0666 то есть я не знаю тут я просто открою его с правами read-write для всех у маск мне эти права подкорректирует и уберет ненужные права для всех прочих пользователей ну и главное чтобы у меня здесь не был установлен bitx то есть поскольку этот файл собственно не должен у меня выполняться этот файл с данными то и bitx здесь не нужен то есть 7 07 7 7 это было бы неправильно ну 0666 или 0600 это было бы самое то проверку на ошибки делать не буду и открываю файл для будущего потока ошибок он открывается в режиме where only по create по append тоже 0666 например так в этом отличие перенаправление с одним знаком больше от перенаправления с двумя знаками больше это перенаправление на добавление то есть существующий файл очищаться не будет и все весь вывод который там потом потенциально пойдет на поток ошибок будет у меня добавляться в конец этого файла теперь у меня есть три файловых дескриптора EFD OFD и EFD которые у меня пока просто открыты три стандартных файловых дескриптора 0.1.2 они по-прежнему еще остались стандартными файловыми дескрипторами 0.1.2 теперь я могу использовать системный вызов DUB2 для копирования файловых дескрипторов то есть я файловый дескриптор EFD скопирую в 0 OFD скопирую в 1 и EFD скопирую в 2 так а кто на экране рисует скажите пожалуйста теперь системный вызов DUB2 он создает копию файлового дескриптора которая то есть результатом будет файловый дескриптор с номером 0 являющаяся копией файлового дескриптора с номером EFD при этом если 0 был открыт а он был открыт естественно предварительно тот файловый дескриптор который был файловым дескриптором номер 0 будет закрыт 1 2 они будут закрыты и в них в эти файловые дескрипторы будет скопирована скопированы существующие файловые дескрипторы IFD OFD и EFD теперь у меня по сути открыты 6 файловых дескрипторов 0.1.2 которые я вот здесь скопировал И все равно файловые дескрипторы E, O и E продолжают быть открытыми. Теперь мне нужно их закрыть, поскольку было бы неправильно, если бы я их передавал на запускаемую программу. И после этого у меня остается только три файловых дескриптора стандартных потоков. Я могу делать экзек, допустим, экзек, lp, например, от моей программы, прок, now, без аргументов. И делаю wait now в моей основной программе. Вот у меня реализованы, получается, перенаправления. Теперь можно скомпилировать и посмотреть, как это будет работать. Сейчас оно, конечно, не скомпилируется из-за того, что у меня не хватает кучи include файлов. Мы сейчас добавим кучу файлов. Стринг-каш. Еще open. Стринг-каш. Да, задавайте вопрос. Здравствуйте. А правда ли, что DUB2 сам закрывает файловый дескриптор, который был передан первым параметром? Нет. Когда я использую DUB2, у меня вот этот вот старый файловый дескриптор, который я перенаправляю, он закрывается. А, соответственно, получается, первый аргумент, конечно же, он остается открытым, доступным файловым дескриптором. Я должен его закрыть сам. Просто я сейчас прочитал на сайте на одном, что закрывается действительно. Могу ссылку прям скинуть. Нет, это не так. Наверное, там просто... Ну, смотрите. Окей. Есть еще, если мы... Ну, давайте мы сейчас с этим примером разберемся, потом уже разные вариации этого примера посмотрим. Так, вот у меня скомпилировался редир. Ну, собственно, редир, ls, я не знаю, там, abc. Так, вот... А, ну, ага. Давайте я его делаю так вот. Вот, у меня запустился кат, должен появиться перенаправленный файл b, файл ошибок c. Собственно, вот оно у меня. Так, так, перенаправление и работает. Еще раз повторю, что здесь, когда мы используем dat2 для перенаправления файловых дескрипторов, то, естественно, что исходный файловый дескриптор остается открытым, и мне здесь нужно написать системный вызов и клоуз, чтобы все закрыть. Если мы посмотрим на страницы документации... Так, 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 так. То у нас есть некоторый файловый системный вызов dup3, в котором в качестве третьего аргумента можно передать разные флаги. Ну, скорее, даже он нам здесь не очень будет интересен, а нам будет интересен некоторый специальный флаг системного вызова open. Давайте я сейчас скопирую. программу и сделаю ее новый вариант. У системного вызова open есть, помимо вот этих вот базовых флагов, которые мы с вами уже рассматривали, есть еще большое количество дополненных флагов, которые нам пока будут не нужны. И среди них есть флаг оклоэкзек. Оклоэкзек, оклоэкзек, и, соответственно, вот здесь вот оклоэкзек. Что означает и как работает флаг оклоэкзек? Ну, как следует из названия, это флаг оклоэкзек. Так, что там было... То есть, соответствующий файловый дескриптор будет автоматически закрыт тогда, когда выполняется системный вызов exe-qe, ну, соответственно, при выполнении библиотечных функций exe-qlp, вот этих всех, кто у нас там с названием exe-qlp. И если я указываю флаг оклоэкзек при открытии с помощью опена, такие вот файловые дескрипторы будут закрыты автоматически. В этом случае мне не нужно делать явный клоус. Я так вот узык документирую. Более того, что еще... Ну, удобно или неудобно, на самом деле, наверное, в нашем случае будет удобно. Системный вызов dub2 не копирует флаг оклоэкзек. То есть, если оклоэкзек был у исходного файлового дескриптора, то у целевого файлового дескриптора он уже установлен не будет. То есть, это очень удобно. Вот этот вот исходный файловый дескриптор закроется, а целевой файловый дескриптор при exe-qlp не закроется, а у нас следует. Ну, как это можно проверить? Вот давайте... Вот у меня новый вариант программы Redir2. И что я могу сделать? Так, давайте я сбежу. Так. Моя программа будет называться CAD. На вход я ей подам специальный файл def.sdyn, который сдает это имя файла текущего стандартного потока ввода. То есть, перенаправление стандартного потока на def.sdyn не должно сделать ничего в нашем случае. И файл output, допустим, out, просто out, и файл с ошибками R. Посмотрим, что у меня произошло с файловыми дескрипторами. Моя программа CAD. Вот она запущена под программой Redir2. Ее PID 12.364 и И у нас вот у программы CAD PID 12.364 есть три открытых файловых дескриптора. Собственно, вот def.sdyn это симлинк сюда, который, в свою очередь, является симлинком def.s3, то есть, на специальный символный файл псевдотерминала. Ну, то есть, вот файл дескриптор 0 указывает на специальный символный файл нашего псевдотерминала, то есть, это вот стандартный поток ввода вот этого консольного окна. stdout то, что я перенаправил в out, и stdr то, что я перенаправил в R. и здесь как видно, при системном вызове exec, вот эти вот файловые дескрипторы вот эти файловые дескрипторы они закрылись автоматически. Для сравнения, если мы запустим обычный редир с этими же параметрами так, да, обычный редир, только я там надо будет забыть закрыть наши файловые дескрипторы. Итак, я забыл закрыть файловые дескрипторы, запускаю обычный наш базовый редир у него PID теперь 12.556 и вот как раз видно, что в этом примере файловые дескрипторы не закрыты мною явно, и поэтому они вот, собственно, были унаследованы программой CAD и в этой программе CAD они недоступны. Получается, вот файловый дескриптор 3 это то, что потом стало файловым дескриптором 0, файловым дескриптором 4, то, что стало файловым дескриптором 1, и файловым дескриптором 5, это то, что стало файловым дескриптором 2. Поэтому, если мы используем обычный базовый такой набор флагов open, то очень важно не забывать выполнять системный вызов Или же я, как в примере лидир 2, указываю во флагах около exec, и тогда могу не писать явный системный вызов клоуз. Вот такая вот схема записи запуска программ на выполнение используется тогда, когда нам нужно сделать перенаправление стандартного ввода или стандартного вывода в из файла. И вот здесь вот в промежутке между форком и exec, вот в этом промежутке, я могу выполнять произвольные системные вызовы, которые меняют окружение запускаемой программы. Что я здесь могу делать? Я могу поменять умбаску, если я хочу, например. Могу поменять текущий каталог, changedir slash, то есть перейти в корневой каталог. Все, что угодно делать. Большинство этих изменений потом будет, собственно, унаследовано при запуске программы на исполнение. И вот эта вот моя запущенная программа будет работать уже с новым окружением. Могу точно так же есть здесь окружение изменять, все, что угодно делать. Вот пример программы с перенаправлениями ввода в вид. Есть ли какие-то непонятные моменты, связанные с открытием файлов, системным вызовом DAP2, там чем-то еще, есть ли у вас вопросы? Так. Ну, тогда давайте начнем следующий вопрос. Теперь, когда мы уже научились запускать процессы и даже, то есть создавать новые процессы и даже запускать исполняемые файлы в рамках уже существующих процессов и перенаправлять ввод-вывод, теперь уже мы можем переходить к разнообразным средствам межпроцессного взаимодействия. Этих средств межпроцессного взаимодействия в разных операционных системах есть очень большое количество. Мы с вами рассмотрим, ну, некоторые базовые из них, которые существовали и в самых первых версиях операционной системы Unix. Рассмотрим несколько, возможно, Linux-специфичных средств, современных средств межпроцессного взаимодействия. Ну и я упомяну еще какие-то другие средства межпроцессного взаимодействия. Что мы с вами вообще будем рассматривать, какие средства межпроцессного взаимодействия. Мы с вами начнем, наверное, не то что с самого простого, но вот с самого базового средства межпроцессного взаимодействия, которое называется анонимные каналы или неименованные каналы. Хотя, казалось бы, это простое средство межпроцессного взаимодействия, но те механизмы, которые реализованы у нас в именованных каналах, они, в общем-то, без особых изменений, семантика системных вызовов Рит и Райт, она переходит и в именованные каналы, и в сокеты, то есть во все средства, и в каком-то смысле даже в очереди сообщений, во все средства межпроцессного взаимодействия. То есть, разобравшись с каналами, мы с вами без особых затруднений потом сможем использовать и именованные каналы, и сокеты, и все что угодно. Второе средство межпроцессного взаимодействия, которое мы с вами затронем, это, соответственно, именованные каналы, named pipes, или они же называются FIFO. Вот почему-то именно для именованных каналов в Юниксе закрепилось название FIFO, хотя, как вы понимаете, FIFO это дисциплина работы с любой структурой данных, то есть first in, first out, любое средство взаимодействия, которое первым выдает те данные, которые были записаны в нее раньше, она будет FIFO. Анонимные каналы тоже FIFO, и сокеты это FIFO. Но вот почему-то FIFO в терминологии Юникса относится именно к именованным каналам. Дальше мы с вами рассмотрим сигналы. Дальше мы с вами рассмотрим, собственно, мы с вами рассмотрим специальные такие вот ивенты. Так называют ивенты. Ивенты. Рассмотрим такие средства не то, чтобы они межпроцессное взаимодействие, но средства реализации разных асинхронных ивентов, то есть там таймеры и notification, вот такие вот средства. И, естественно, рассмотрим сокеты. Сокеты – универсальное средство межпроцессного взаимодействия, пригодные как для работы в рамках одного из одного компьютера. Это у нас так называемые сокеты локал-домена, или они еще традиционно называются Unix-сокетами. Или же для коммуникации процессов через сеть используются сокеты домена Inet или Inet 6 для современных сетей TCP и IPv6. И, конечно же, мы рассмотрим такие средства межпроцессного взаимодействия, как разделяемая память, но мы, по сути, с вами это уже сделали. И очереди сообщений. И, конечно же, нам потребуются семафоры. Что касается семафоров, мы с вами их будем рассматривать в некоторой реализации, специфичной уже для нитей, в виде бьютиксов и кондваров. Базовые межпроцессные семафоры, скорее всего, мы с вами затрагивать не будем, ну, потому что семафоры как средства межпроцессного взаимодействия, они, в общем-то, ну, особого смысла не имеют. Если нам нужно использовать семафоры именно для межпроцессного взаимодействия, нам лучше подойдут либо анонимные каналы, либо EventFD, такие вот средства, ну, не знаю, я не вижу какого-то использования семафоров. Кроме того, в разных других операционных системах еще бывают такие средства межпроцессного взаимодействия, как мейлбоксы. Да, ну, в Unix их нет, поэтому мы с вами их рассматриваем. Каждый из этих мною перечисленных здесь средств имеет, конечно же, свою специфику. Есть те случаи, когда их стоит применять, те случаи, когда их не стоит применять. За и против для каждого средства межпроцессного взаимодействия. Ну, как я уже сказал, мы с вами начнем с самого простого, а именно с неименованных или анонимных каналов. Что такое неименованный или анонимный канал? Так, сейчас открою лепцию, чтобы обратиться к слайдам. Самое важное, канал – это один из механизмов синхронной, однонаправленной потоковой передачи данных между процессами. Обычно, когда говорят об анонимных каналах, говорят, что анонимные каналы, пайпы, работают между так называемыми родственными процессами. То есть без... Я не могу связать пайпами, то там два процесса, которые не были запущены, которые не имеют некоторого там общего предка, который для них, собственно, этот канал создал. Это, строго говоря, не совсем так. В Unix существует средство передачи произвольного файлового дескриптора между произвольными процессами. Ну, вот так вот на базовом уровне, да, можно сказать, что пайпы, неименованные каналы, они предназначены для взаимодействия между родственниками. Но это не главное. Самое главное, что канал синхронный, по умолчанию. То есть чтение-запись, она у нас блокирующая по умолчанию. Read, например, если канал пуст, read будет ждать появления данных. Write, если канал полон, write будет блокировать запись данных. И таким образом читатель и писатель, они могут синхронизироваться по операциям read и write. Второй момент. Одноправленный, это понятно. Канал работает в каком-то направлении, одном направлении. То есть если мы передаем данные, то у нас есть два файлового дескриптора, один файловый дескриптор для записи, другой файловый дескриптор для записи. И потоковая передача означает, что данные, передаваемые в канал, рассматриваются как последовательность байпа. То есть, когда мы записываем данные в канал с помощью системного вызова write, они добавляются в некоторый внутренний буфер, просто как байты. И в этом внутреннем буфере границы между разными системными вызовами write не сохраняются. То есть, если вы, например, сначала в канал записали один байт, потом в канал записали еще три байта, теперь в канале лежат четыре байта, и эти все четыре байта рассматриваются просто как последовательность из четырех байт. И системный вызов write их, если вы передаете ему буфер достаточного размера, их вернет за один системный вызов. И если вы используете системный вызов write для чтения из канала, то вы никак не можете понять, нет способа понять, какими порциями данные в канал записывались. Вы будете получать ту порцию данных, которая уже находится в канале. Для передачи в канал, для передачи данных используется некоторый буфер фиксированного размера, который расположен в ядре операционной системы. И read и write работают очень просто. Write дописывает в этот буфер, находящийся в ядре операционной системы, в конец буфера. То есть мы рассматриваем буфер как в каком-то смысле очередь, write дописывает конец, read считывает изначально. Особенность буфера, даже не особенность, это нормальная фича любых буферов, которые у нас расположены в ядре, то, что буфер ядра имеет ограниченный и фиксированный размер. Естественно, что ядро не будет его расширять. И этот размер фиксирован, то есть для всех пайпов, которые мы создаем, у каждого пайпа внутри в ядре будет создан буфер вот этого вот ограниченного сервона. Размер буфера ядра варьируется от операционной системы. Изначально стандарт POSIX гарантирует, что размер буфера не менее чем 4 килобайта. То есть любая система, претендующая на то, чтобы финиш с компатией была, должна иметь буфер пайпа как минимум 4 килобайта, но не запрещает иметь буфер пайпа больше. Например, Linux имеет буфер пайпа равный 64 килобайта. Ну, не смотря на то, что он там больше, чем стандартные 4 килобайта, все равно он ограниченный и фиксированный. То есть, если вы записываете данные в пайп и их оттуда не считываете, то вот этот вот буфер в ядре рано или поздно заполнится, и дальнейшая запись данных в пайп будет приостановлена, пока буфер в ядре не освободится, пока в нем не освободится ядр. Для создания неименованного канала используется системный вызов пайп. Очень простой по смыслу. Мы в качестве аргументов системного вызова передаем два файловых дескриптора, точнее, прошу прощения, передаем массив размера 2, поскольку в C и в C++ по умолчанию массивы передаются как указатели на нулевой элемент массива, то есть, по сути, мы здесь передаем указатель на два инта, и системный вызов этот массив заполняет. В элемент массива с индексом 0 записывается номер файлового дескрипта, который мы можем использовать для чтения из пайпа, и в элемент массива с индексом 1 записывается номер файлового дескрипта, который мы можем использовать для записи в этот пайп. 0,1 запомнить очень просто. 0 это как SD-in, и 1 это как SD-out. То есть, 0 это для ввода, 1 это для вывода. Те же самые индексы, которые мы используем для стандартных потоков. Как обычно, пайп возвращает 0 в качестве успешного результата, и минус 1 в качестве ошибки, и тогда переменная ERNA у нас будет хранить код ошибки. Дополнительно, в частности, Linux имеет нестандартный системный вызов в пайп 2, у которого помимо обычного этого массива еще есть дополнительный параметр флаги. Мы этот системный вызов в пайп 2 рассмотрим чуть позже, когда будем уже рассматривать создание конвейеров, и то есть поражение процессов с запуском других программ. Собственно, простейший пример, который создает и эксплуатирует канал, может выглядеть очень просто. Создаем канал, массив файловых дескрипторов, и я в качестве аргумента системного вызова в пайп передаю собственно массив файловых дескрипторов. Проверяем. Нужно проверять на ошибку здесь, как обычно, то есть if pipe меньше нуля, то тут у нас я помечу так, что это ошибка, которую нужно как-то обработать. В итоге файловый дескриптор fds нулевое это чтение, и файловый дескриптор fds первое это запись. Я могу сделать форк, например, в сыне, и ну скажем, давайте я в сыне буду считывать данные из пайпа, а в ac я буду данные в пайп записывать. Ну, такой простейший цикл, сделаем. Write, не проверяю на корректность, fds первое, файловый дескриптор для записи, переменную i, ну и сайзов пайп. Так, и в сыне я буду вот эти вот данные, которые я записал в пайп, считывать. Здесь, как вы видите, я данные в пайп записываю в бинарном формате, как есть. Соответственно, и считывать я их тоже должен в бинарном формате. И тут нам уже потребуется некоторое знание того, как будет работать системный вызов read при работе с каналом. Ну, давайте я пока напишу так, а потом более детально обсудим. давайте даже так напишу. printf процент d запись чтения запись в отце чтения в сыне в смартфоне. Все в салфоне финансичей по ступости в салфоне в салфоне в six недель и наличие посылы подписывайтесь на бинарном формате и подсо Собственно, что у меня произошло? Сын, как и ожидается, стал считывать данные с нашего пайпа FDS нулевое, считывал все данные, которые ему пересылал отец, а потом по какой-то причине здесь почему-то все закончилось. То есть и данные не пересылаются, и процесс почему-то завершаться не хочет. Что вот у меня здесь произошло в этот момент времени, давайте попробуем разограться. Вот у меня pipe1, собственно, процесс отец, и pipe1 процесс сын. Мы видим, что они, собственно, оба у меня сейчас запущены, и ни один из них не завершился. Тогда давайте я сейчас скомпилирую с отладочной информацией, и давайте мы попробуем понять, в какой из точек исполнения находится каждый из этих процессов. Процесс отец и процесс сын. Завершаю. Сладочная информация. И запускаем. Так, у меня вот два PID отца и сына. Попробую к ним подключиться с помощью GDB. Попробую к пайпу 1 и подключаю сначала к отцу. Так, отец у меня находится внутри системного вызова wait. То есть отец у меня находится здесь. Ну, в принципе, что и ожидаемо. Отец выполнил все действия по записи в pipe, и теперь ждет сына. Сын сейчас находится в системном вызове read. То есть сын подвис здесь. И почему-то ждет очередной порции данных. И вот это вот на самом деле вот здесь вот, это первый пример того, что называется deadlock. У нас два взаимодействующих процесса, и они подвисли в состоянии ожидания друг друга. Сын ожидает отца, новой порции данных от отца. Отец ожидает сына, завершение сына. Это вот типичный пример deadlock в двух взаимодействующих процессах. Почему у меня здесь возник deadlock? Для этого нужно понять, как работает чтение из канала read. То есть в какой момент, вообще говоря, при чтении из канала я получаю признак конца файла. Канал считается открытым, если есть хотя бы один файловый дескриптор записи, который готов для записи, ну, который открыт для записи в этот канал. Соответственно, если канал у нас открыт, то системный вызов read либо немедленно возвращает данные, если какие-то данные в канале уже есть, либо приостанавливает выполнение и ждет поступления данных, если канал пустит. И если read заблокировался, то условием его разблокировки будет, собственно, либо то, что кто-то записал в канал данные, либо то, что все файловые дескрипторы, связанные с записывающейся со мной канала, оказались закрытыми. В любой из этих ситуаций read разблокируется и вернет ноль, если доступных файловых дескрипторов для записи в канал ни у какого другого процесса не осталось, и порцию данных, если кто-то записал данные в канал. Таким образом, что у нас здесь произошло в этом примере? Если мы посмотрим на файловые дескрипторы, которые у меня сейчас открыты в моих процессах, то у сына, точнее, у отца открыты два файловых дескриптора pipe. Вот здесь какой-то внутренний номер pipe в ведре, файловые дескрипторы с номерами 3 и 4, это файловые дескрипторы pipe. И у сына тоже открыты два файловых дескриптора pipe. Ну, по сути, те же самые файловые дескрипторы. Сын их полностью унаследовал у отца. Отец их создал здесь. Форк все файловые дескрипторы унаследовал, поэтому и здесь есть оба файловых дескриптора открытых, и здесь есть оба файловых дескриптора открытых. И поэтому получается, что у отца есть файловый дискриптор, открытый на запись для сына, и у сына есть тоже файловый дискриптор, открытый на запись в тот же самый канал. И получается, что сын ждет чтения, поскольку существуют файловые дискрипторы, открытые на запись. И необходимые условия для того, чтобы при использовании неименованных каналов процесса не подвисали, это закрывать файловые дескрипторы пайпов, как только они становятся ненужными. В нашем примере, в простом примере передачи данных, что мы должны сделать? В процессе сыния мы не используем файловые дескрипторы для, получается, для записи в канал. Ну и нам тут как бы нужно его закрыть. Close FDS. Да, давайте я здесь, естественно, делаю exit. Тогда в цикл чтения из пайпа вот сын войдет с уже закрытым файловым дескриптором записи в канал. Что мы должны сделать в отце? Отцу не нужен файловый дескриптор для чтения, мы его сразу закрываем, сразу же после того, как в отце мы вышли из системного вызова форка. Понятно, что файловый дескриптор для записи в канал немедленно мы закрыть не можем, поскольку мы в него собираемся записывать. Но как только порция данных записанная и файловый дескриптор для записи нам более не нужен, нам нужно тоже его закрыть. вот так вот, раскидав на нужные места системные вызовы клоуза, мы можем посмотреть как это будет себя вести. И теперь, когда я добавил необходимый системный вызов клоуз, в принципе, у меня все сработало так, как ожидаемо. То есть сын считал все данные, которые ему поступили от отца, получил в конце концов ноль, как признак конца файла при чтении из пайпа и вышел из цикла и завершился. Отец записал ту порцию данных, которые он хотел передать сыну, закрыл файловый дескриптор для записи и уже спокойно подождал завершения сына и после этого завершился сам. Здесь уже, поскольку все файловые дескрипторы пайпа закрываются тогда, когда нужно, у нас уже никаких проблем с подвисанием процессов с дедлоками уже проблем никаких не будет, все у нас будет хорошо. Поэтому пайпы это просто, если вы не забываете закрывать файловый дескриптор. Как только вы закрываете, закрыть хотя бы один файловый дескриптор, то все, начинается там поиск того, почему у меня все подвисло, что у меня там не закрыто, давайте мы будем разбираться, что там закрыл, что я не закрыл. И, в общем-то, главный секрет использования пайпов, это всегда закрывать файловые дескрипторы, как только они становятся более ненужными. Об этом мы с вами еще будем говорить дальше. Собственно, вот в следующий раз тогда мы с вами рассмотрим еще дальше детали работы с пайпами и как мы можем использовать пайпы в разных конфигурациях. В частности, как мы можем создавать конвейеры для соединения двух уже процессов с помощью экзека, с помощью пайпа. А пока вот некоторые базовые описания неименованных каналов и системного вызова пайпа. Собственно, вот на этом наше время и стекло. Давайте мы с вами закончим. Контрольная работа у нас начинается в 10.30. Вы ее выполняете, естественно, как вам удобно с ваших компьютеров. Мы надеемся на вашу сознательность, конечно же. Если у вас будут возникать вопросы по задачам, вопросы вы можете задавать. Я думаю, даже будет проще задавать вопрос в чат в Телеграме. Если вы считаете, что этот вопрос там имеет какую-то общую значимость. Либо вы по-прежнему можете задавать вопросы через тестирующую систему. Если у вас вопросов нет по лекции, то давайте на этом мы с вами завершим. Я сейчас проверю, как у меня выполнила запись. И если все с записью хорошо, через какое-то время я посмотрю и выложу ее уже в доступ. Так, говорите, да. Можно краткий вопросик? То есть, получается, чтение и запись в канал – это аналогично тому, что называют потоковое чтение, потоковая запись. Я правильно понимаю? Да, я именно так и сказал. Пайп – это средство потоковой передачи данных. Хорошо, спасибо. Окей, все. Если вопросов нет, спасибо за внимание. Все, и мы сейчас, я сейчас отключаюсь и уже будет работать. Так, так. И. И.